МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа День Республики. В студии Ченкистихонов и сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выборы депутатов Иллистинского городского собрания 7-го созыва пройдут 8 сентября. 28 июня в Калмыкии пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. И пилотный проект по переподготовке педагогических кадров стартовал в Калангу имени Гордовикова. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В столичной администрации состоялось 46-е внеочередное заседание Иллистинского городского собрания. Из наиболее важных вопросов повестки дня стали рассмотрение проектов решения ГС о внесении изменений и дополнений в устав города Иллисты и о назначении даты выборов депутатов Иллистинского городского собрания. Внесение изменений обусловлено приведением его в соответствии с федеральным законодательством. В ходе заседания также была определена дата выборов депутатов Иллистинского городского собрания 7-го созыва, которые пройдут в единый день голосования 8 сентября. В соответствии со статьей 19 устава города Иллисты депутаты Иллистинского городского собрания избирается сроком на 5 лет на основе смешанной мажоритарно-пропорциональной избирательной системы. 18 депутатов пропорциональной системы по партийным спискам и 7 депутатов по мажоритарной системе по одномандатным округам. Настоящий состав депутатов был избран 8 сентября 2019 года. В соответствии со статьей 19.26 Устава города и листы, в 2024 году истекает срок полномочий депутатов 6-го созыва. В соответствии со статьями 8 и 10 Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ, днем окончания срока, на который избирается депутат, является 2-е воскресенье сентября года, в котором истекает срок полномочий депутатов. 28 июня в Калмыкии пройдет федеральный этап всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Планируется работа двух тематических площадок. Территория кадровых решений, открытая встреча работодателей и соискателей. И ярмарка вакансий онлайн. Первый проект предусматривает знакомство соискателей с информацией о вакансиях, участие в собеседованиях с работодателями, отбор кандидатов на замещение свободных рабочих мест на базе штаба общественной поддержки, что в Национальной библиотеке имени Амурсанана. А ярмарка вакансий онлайн – это встречи в сети соискателей, проживающих в республике и представителей организации других регионов, испытывающих потребность в привлечении работников по востребованным профессиям. В работе второго этапа примут участие 27 работодателей республики, которые разместили на единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений работы в России 108 вакансий для участия в ярмарке. Отмечу, что во всех районах республики встречи также будут проходить на базе центров занятости населения. Военная служба по контракту – это служба вооруженных силах Российской Федерации на добровольной оплачиваемой основе, во время которой гражданин получает необходимые знания и практические навыки по конкретной военной специальности. Контрактники являются профессиональными военнослужащими, обладают особым статусом и пользуются соответствующими правами и льготами. В Халмыкии местный житель предстанет перед судом по обвинению в убийстве и незаконном приобретении и хранении наркотического средства. По версии следствия, 3 ноября 2023 года в вечернее время обвиняемый, встретившись около своего домовладения в селе Джалыково Лаганского района с односельчанином в ходе конфликта, переросшего в потасовку, нанес мужчине один удар ножом в область шеи, после чего принял меры к сокрытию орудия преступления. От полученных повреждений потерпевший скончался. На следующий день в ходе обыска в домовладении обвиняемого обнаружено и изъятое наркотическое средство «Конопля» в крупном размере, которое он хранил у себя дома для личного употребления в период с 10 октября по 4 ноября 2023 года. Благодаря слаженной работе следователей и криминалистов следственного управления, оперативных сотрудников МВД по республике Калмыкия, обвиняемый был установлен и задержан в кратчайшие сроки. Также установлено место, где мужчина спрятал орудие преступления. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Участковым уполномоченным полиции Яшкольского района предсвечена незаконная добыча водных биологических ресурсов местным жителям. У правонарушителя 36-летнего местного жителя были обнаружены и изъяты орудия улова, лесковая сеть длиной 60 метров и незаконный улов. Изъятая рыба направлена на их теологическое исследование, по результатам которой органами дознания полиции будет принято процессуальное решение. Министерство цифрового развития Калмыкии ведет планомерную работу по внедрению электронного документа оборота в рамках обучающих семинаров специалисты подведомственных учреждений органов исполнительной власти региона в очном формате проходят подготовку по эффективному межведомственному электронному взаимодействию с федеральными и региональными органами власти от регистрации и контроля до исполнения документов. Этот метод относится к показателям цифровой зрелости госуправления, отметила первый заместитель министра Баир Манджиева. Современный подход позволяет автоматизировать работу со сведениями, задачами и процессами, оптимизировать документы, оборот, повысить его эффективность, сократить время на обработку запросов. А теперь кооперативные сводки оригинальной госавтоинспекции. За прошедшую неделю на дорогах республики зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли, 13 получили травмы различной степени тяжести. При надзоре за дорожным движением задержано и отстранено от управления 25 водителей, которые находились за рулем в состоянии опьянения, в том числе 3 гражданина, ранее лишенных права управления. На основании информации, полученной в режиме автоматической фото-видео фиксации, вынесено 8618 постановлений об административных правонарушениях. 14 июня в 22 часа 30 минут 34-летний житель Республики Дагестан, управляя автомашиной Toyota Land Cruiser, на 106-м километре автодороге Яшкуль-Комсомольский артезиан, не справился с управлением и совершил съезд в Кювет по следующим опрокидываниям. В результате опрокидывания водитель транспортного средства от полученных травм скончался в медицинском учреждении. 37-летний пассажир получил ранение. 15 июня в час 15 24-летняя жительница города Элиста, управляя автомашиной Датсун-Онда, двигаясь по федеральной автодороге Р-216 Астрахань-Элиста-Ставрополь, на 268-м километре совершила наезд на животное с последующим столкновением со встречной автомашиной ВАЗ-2112 под управлением 32-летнего жителя Республики Дагестан. В результате происшествия от полученных травм на месте происшествия скончался водитель автомашины ВАЗ-2112. В медицинское учреждение доставлены два пассажира данной автомашины. 19 июня последний день подачи заявок на предоставление субсидий на администрации Элисты юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам производителям товаров, работ, услуг на возмещение производственных затрат. По вопросам подготовки заявок можно обратиться в отдел потребительского рынка и предпринимательства муниципалитета. Напомню, заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу города Элиста, улица Ленина, 249, кабинет 308, отдел по организации делопроизводства администрации Элисты. Пилотный проект по преподготовке педагогических кадров стартовал в Калангу имени Гордовикова. Опорный ВУЗ Республики уделяет огромное внимание подготовке и переподготовке учителей, внося весомый вклад в формирование высокопрофессиональных педагогов. Опорный ВУЗ проводит постоянные мониторинги и исследования по востребованности специальностей на рынке труда той или иной профессии. Выпускники по данной переподготовке работают у нас и в детских садах нашей республики, также в общеобразовательных учреждениях города и за ее пределами. Одна из таких специальностей логопедия – работа с детьми с нарушением речи, слуха и после кахолярной имплантации. По приглашению Калмыцкого госуниверситета занятия проводит старший преподаватель факультета социальной и коррекционной педагогики Волгоградского государственного социально-педагогического университета. На факультете дополнительного образования в КФУ есть программа профперепредготовки не только логопедии, но еще готовят педагогов инклюзивного образования. Это, в принципе, смежные такие профессии. Логопед работает с детьми с нарушениями речи, а педагог инклюзивного образования работает с детьми с разными отклонениями, с разными нарушениями. С детьми с нарушением слуха, зрения, которые как раз находятся, обучаются в общеобразовательных учреждениях. Это называется инклюзивное образование, поэтому очень важно, чтобы наши педагоги были готовы. Увидеть мастерство государственного академического ансамбля песни и танца «Тюльпан» не только на сцене. Второй год артисты коллектива проводят в летнее время мастер-классы для юных талантов из детских танцевальных ансамблей республики. Ликбез по народному танцу позволит ребятам овладеть одним из самых древних и красивых направлений фореографии. Мне кажется, это даст детям желание больше любить свою культуру, свои танцы. Кто-то даже, мне кажется, займется этим делом профессионально. Дети увидели прославленный ансамбль не на сцене, в костюмах, а в репетиционном зале. Посмотрели, как артисты оттачивают мастерство, получили ценные уроки, зарядились энергией, дополнили свои умения и навыки техникой народного танца. Гостями прославленного тюльпана стали заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации, народный хореографический ансамбль танца Турха из поселка Кибрул и детский ансамбль танца Джунгария. На сегодняшнем поездке, конечно, они взбодрились такие, прям смотрю я у них, глаза горят. Ну, детишки сидели, мне поддергивали, смотрите, вот это движение, давайте вот это движение возьмем туда, в тот танец, там русские движения танцы, ну, также военные движения показали тоже, ну, мы записали на камеру, ну, конечно, оттуда какие-то элементы тоже вставим в свой танец. Мне понравился танец «Чичердык». Он такой длинный, там они все старались, так еще трюки были, мы даже так не умеем. Очень радостно наблюдать за тем, как наши артисты работают, это большой опыт для нас, как начинающих артистов. Мы сможем набраться опыта, посмотреть на них и в будущем взять что-то из их репертуаров в наш. Подобного рода мероприятия не только расширяют танцевальный кругозор детей, но и помогают в будущем в выборе профессии, пополняя наши профессиональные танцевальные коллективы новыми кадрами. Знать, помнить и чтить. Музыкально-поэтический вечер свеча памяти, как дань советскому солдату, пройдет на мемориальном комплексе Героев Гражданской и Великой Отечественной войн. Об этом на префинге в Рео-Калмыкии рассказали представители творческих коллективов. 22 июня – трагическая дата для России. Именно в этот день, в 1941 году, фашистская Германия напала на Советский Союз без объявления войны. Проект реализуют работники Калмыцкой государственной филармонии имени Манджиева и Национального драматического театра имени Басангова. Также активное участие принимают артисты государственного хора имени Цибекова и симфонического оркестра Калмыкии. Вечер пройдет 21 июня около мемориального комплекса. Значимость этого проекта, наверное, актуальна будет всегда. И хочется, чтобы эта актуальность оставалась. В истории нашего государства есть даты, мимо которых проходить просто нельзя. Речь идет о 22 июня, начале Великой Отечественной войны. К великому сожалению, очевидцев тех событий все меньше и меньше. Молодые поколения растут, и наша задача, чтобы они помнили, знали нашу историю. В проекте будут звучать документальные истории. Что это? Это отрывки из писем. Невозможно солгать, когда у тебя есть документ, правда, чувства, изложенные солдатом, ребенком тех тяжелых дней. В региональном этапе военно-патриотической игры «Зарница 2.0» приняли участие дети от 11 до 13 лет. Юные патриоты Калмыкии сливновались в ряде конкурсов. Ребята опробовали себя в роли командиров отрядов, не монстрировали навыки в спортивном ориентировании и управлении БПЛА. Также Республиканский центр молодежи провел региональную юно-армейскую игру «Дилвыр», которая приурочена к 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. К нам приехали ребята из пяти муниципальных образований и города Элисты. В общем, принимают участие 72 человека, ребенка. И сегодня ребята прошли часть испытаний, как индивидуальных, так и командных. Ежегодно наше мероприятие получается оригинальный финал. Сюда приезжают районы, город, команды по 10 человек для того, чтобы выявить победителя, который будет рекомендован на всероссийский финал победы и представлять республику нашу. Оно сегодня проходит у нас при поддержке главы Республики Калмыкия Батухасикова и комплексной программы «Регион для молодых». То есть это надо об этом тоже сказать, что спасибо большое Росмолодежи за то, что они поддержали. И, соответственно, мы реализуем это мероприятие. В Ставрополе завершился 32-й Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» профессиональных образовательных организаций. Делегация Калмыкии представила свое творчество, талант и мастерство и была достойно отмечена. Ансамбль калмыцких народных инструментов «Баир» стал лауреатом второй степени в инструментальном направлении. Владимир Чангаев удостоен диплома третьей степени в танцевальном направлении. Кермен Черкасова привезла спецдиплом за сохранение народных традиций в вокальном направлении. Александр Ларионов и Алиса Шелбурова получили спецдиплом за проникновенность исполнения в театральном направлении. В Республике Дагестан прошел чемпионат России и РФСЛ по стрельбе из лука в дисциплине 3D. Ежегодные соревнования собрали лучших спортсменов со всей России. Наша команда не стала исключением и показала отличные результаты. В чемпионате страны женская команда заняла третье место. В чемпионате РФСЛ женская команда заняла первое место. В классе «Спортинг» золотая медаль у Саглары Мариловой. В классе «Исторический лук» бронза у Делгер Горяевой. В выпуске новостей также и другие передачи нашего телеканала. Смотрите в цифровом обещании канала УТР на 21-й кнопке в IPTV, зеленой точке и Ростелекома, на сайте kalmtv.ru, а также на официальных аккаунтах ВК и Телеграм. На этом у меня все. Всего доброго. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин